Мы начинаем заседание диссертационного совета Д.212.203.28 от 24 мая 2019 года, протокол номер 11. Утвержденный состав совета 21 человек присутствует 14, в том числе 9 докторов по профилю рассматриваемой диссертации. Ворум имеется, разрешите открыть заседание. На повестке дня защита диссертации Вилиевой Татьяны Репатовной на тему анализ автоколебательных режимов непрерывно дискретно-динамических моделей. Диссертация представлена на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Научный руководитель, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладная информатика и теория вероятности Королькова Анна Владиславовна. Нет ли возражений по повестке дня? Если нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладная информатика и теории вероятности РУДН. Официальные оппоненты доктор физико-математических наук Масина Ольга Николаевна и доктор физико-математических наук Щетинин Евгений Юрьевич. Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тверской государственный университет. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Васильеву Сергею Анатольевичу. Пожалуйста. Спасибо. Велива Татьяна Ревхватовна 1988 года рождения, гражданка России. В 2015 году окончила Федеральное государственное основное образовательное учреждение высшего образования Российской миссии Дружбы народа по направлению прикладная математика и информатика. С 2015 года по настоящее время обучается в аспирантуре по направлению 0906-01 информатика и вычтительная техника по специальности 05-13-18 математическим моделированием численных методов и комплексов программ, по которой подготовлены диссертации на кадре, как рассказывает председатель диссертационного совета. В настоящее время Велива работает программистом Института повышения квалификации при подготовке кадров Российского миссия Дружбы народа. Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2018 году. Тема диссертационного исследования, прежде чем, на наседание ученого совета факультета. И, соответственно, по документам, которые были внесены в совет, замечаний нет. Все соответствует положению. Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? Если вопросов нет, то слово предоставляется соискателю для доклада. Вам, Татьяна Викатовна, 20 минут. Пожалуйста. Уважаемые председатели, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые присутствующие, Вашему вниманию представляется работа на тему анализов о колебательных режимах непрерывных исследований динамических моделей. В системах с управлением может возникать такое явление, как глобальная синхронизация. Данное явление негативно сказывается на характеристиках сети. В данной работе в качестве системы с управлением рассматривается система взаимодействия источников TCP и модуля управления с алгоритмом RET. Глобальная синхронизация в данной системе возникает из-за воздействия модуля управления на поведение источников TCP. Проявляется это в виде снижения пропускной способности и увеличения задержек передачи данных, а также увеличения разброса параметров. Чтобы избежать возникновения этого негативного явления, необходимо определить назначения, при которых возникает автоколебательный режим. Данная система изучалась и ранее в рамках нашего научного коллектива. Исследования проводились численно. Были определены границы области возникновения автоколебательного режима, однако не были исследованы причины возникновения автоколебаний и влияние отдельных элементов системы на возникновение автоколебаний. Численное исследование базировалось на моделях, на усовершенствованной модели, рассмотренной в работах Брокета и Мишера. Данные авторы строят модель таким образом, что с изменением алгоритма модель невозможно модифицировать. В данной же работе построение модели проводилось при помощи метода стокостизации одношаговых процессов, который был разработан в рамках нашего научного коллектива. Данный метод позволяет построить модель на основе первых принципов. На слайде представлена полученная математическая модель, которая содержит генеровский и гуссоновский процессы. Для проведения структурного исследования был применен адаптированный метод Крылова-Боголюбова и метод гармонической линеризации. Целью данной работы является определение границ области возникновения автоколебаний, а также параметров возникновения автоколебательного режима. Исходя из целей, были поставлены следующие задачи. Определение метода исследования, а также разработка алгоритмов и программного комплекса для линеризации модели и разработка алгоритмов и программного комплекса для проведения вычислительного эксперимента. Данная тема является актуальной, так как позволяет предсказать динамическое поведение сети. Для этого определяются границы области структурной работы системы, подбираются правильные параметры алгоритма РЭД, а также разработана автоматическая генерация кода для проведения вычислительного эксперимента. Научная анализна данной работы обусловлена следующим. Модель построена из первых принципов при помощи метода стихостидации одношаговых процессов. Линеризация системы была проведена при помощи адаптированного метода Крылова-Боголюбова и метода гармонической линеризации. Также были разработаны программные комплексы для проведения символьных вычислений и вычислительного эксперимента. На данном слайде представлена схема исследования. Сначала строим модель, далее определяем метод исследования и адаптируем его. После этого построен программный комплекс символьных вычислений, далее на основе подготовленных данных из работы программного комплекса символьных вычислений проводим вычислительный эксперимент. И конечным этапом является идентификация модели. Для украшения исходной модели и проведения исследования запишем модель в уравнениях моментов. Данная система содержит три уравнения. Первое уравнение описывает взаимодействие источника и модуля управления. Второе уравнение описывает поведение мгновенной длины очереди на маршрутизаторе. И третье описывает экспоненциальное взвешенное скользащее среднее значение очереди. На данном слайде представлена функция сброса, алгоритма РЭД. Функция сброса является разрывной и имеет разрывы первого рода. Для исследования непрерывных процессов часто применяется линеализация. Линеализация путем разложения в ряд Тейлора нам не подходит. Поэтому мы применяем метод Крылова-Боголюбова и метод гармонической линеализации. Суть метода заключается в следующем. Нашу систему разбиваем на две части. Первую часть условно называем нелинейной и подразумеваем под ней источник автоколебаний. Вторая часть называем ее линейной и она является фильтром. Проходя через систему, гармонические колебания преобразуются, раскладываются в ряд Курье и мы оставляем только первые гармоники. В результате получаем следующую систему уравнений, которая содержит три параметра. Сдвиг относительно нуля, а также циклическую частоту и амплитуду. В данной системе уравнений содержится Каппа, которые являются коэффициентами нелинейной части. На слайде представлена UML-диаграмма аналитических вычислений. На данном этапе мы проводим линеализацию системы. То есть разбиваем на линейную и нелинейную части, а также подготавливаем данные для проведения вычислительного эксперимента. В результате линеализации получаем следующую систему, в которой функция сброса является основой нелинейной части и имеет следующий вид. Далее переходим к вычислению коэффициентов нелинейной части. Для этого необходимо определить границы интегрирования. Так как на определение границ интегрирования влияют пороговые значения и сдвиг относительно нуля, то мы имеем не один набор, а целое семейство коэффициентов. На данном слайде представлены примеры определения границ интегрирования. Далее перейдем к вычислительному эксперименту. Для этого был разработан программный комплекс, написанный на языке программирования Julia. Данный язык позволяет придерживаться парадигму гибридного подхода, а также проводить параллельно вычисления. В результате мы получаем параллельно вычисленные портреты, амплитуды, частоты и сдвига относительно свободного параметра. В качестве свободного параметра на данном примере рассмотрена интенсивность обслуживания. Для верификации полученных данных проведем имитационный эксперимент. Для проведения имитационного эксперимента также был разработан программный комплекс на NS2. NS2 был выбран, так как он является эталонным средством моделирования протоколов. В результате проведенного эксперимента получаем следующие графики поведения средней длины очереди. Как можно видеть из графиков, что с увеличением интенсивности обслуживания в системе возникает автоколебательный режим. Для получения численных значений автоколебаний в имитационном эксперименте проведем спектральный анализ. Для этого мы воспользуемся быстрыми преобразованиями фурьер. В результате получаем спектр, который совпадает с теоретически полученными значениями. По теме диссертации опубликовано 39 работ. 4 работы опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАГ. 12 работ в изданиях, индексируемых с КОПУС и ВЭПО в САЙНС. А также имеются свидетельства о государственной регистрации программы ГВМ. Результатами данного исследования являются адаптация метода Крылова-Боголуба и метода гармонической линеризации. А также разработка программного комплекса для проведения символов вычислений. И разработка программного комплекса для проведения действительного эксперимента. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие вопросы имеются к совискателю? Да, пожалуйста, Игорь. У меня есть несколько вопросов. Два касания. Можно слайд 13? Вот в этой системе уравнений у вас Q, большое, как среднее значение в знаменной очереди, оно находится в качестве аргумента, скобка, или вы просто указываете, что С неким образом зависит от Q, потому что Q в действительности у вас зависит от T, и поэтому T, большое, это просто функция времени. Или вы имеете какой-то скрытый смысл в том, чтобы считать, что функция T, большое, это функция 2-перемина. Для Q, большое, у вас есть дифференциальное уравнение, DQ по DT равняется правая часть. Следовательно, Q, большое, есть известная функция времени, так вообще говоря, когда мы это все решим. После чего T, большое, является просто функцией времени. Какой смысл? Т, большое, у нас является временем двойного оборота. Поэтому мы рассматриваем... Почему там Q стоит, как аргумент? Вот в скобочках у вас T, большое, зависит от Q, и T. То есть понятно, что при разных значениях T у нас могут быть разные значения Q. Но в принципе... К, большое, не является независимым... То есть это независимый аргумент? Вы его там... Независимый аргумент. Ладно. Так. Хорошо. Слайд 25. На первом слайде на рисунке слева мы видим некое затухание на рисунке слева, а на рисунке справа нормальный колебательный режим. Ну, значит, понятно и известно, что автоколебания — это некие колебания, которые возникают в диссипативной системе под действием внедряющей силы. И вот, что здесь является диссипативной частью? То есть от чего возникла диссипация и куда она, так сказать, делась при 20? Ну, вот физический или там, собственно, аспект, что происходит? Нет. Нет. Где происходило... То есть диссипацию мы видим, поэтому что-то стабилизируется, а здесь, значит, оно вошло в них сразу же режим. Вот что является, собственно, причиной того, что автоколебания имеют место жить? Это влияет пороговое значение, которое применяется к самому алгоритму TCP. А, RET. Который? TCP и алгоритм RET. Ага. Спасибо. Спасибо. И третий вопрос общего плана. А где, собственно, метод Боголюбова-Крылова? При линеризации системы... То есть данную систему мы получили уже после того, как применили метод Крылова-Боголюбова. Вот кто здесь... Откуда? Откуда был старт? Изначально код старт. Далее мы разбиваем систему. Собственно, получаем результирующее уравление, из которого выводится данная система. А, то есть там отрезали некоторую часть и... Понятно. Спасибо. Илья Иванович. Илья Иванович. Какие еще имеются вопросы к соискателю? У меня не такие глубокие вопросы, как у предыдущего выступающего. Я поставил диссертацию, мне не понравилось низкопоклонство перед Западом. Вместо арксинуса и арккосинуса, там асинус и акосинус. В чем вопрос? Почему вы используете в русской диссертации нерусские обозначения? Да. Да. Как это при разработке программных конденсов используется... Маклав не понимает русский язык. Да. Да. Маклав не понимает русский язык. Спасибо. Работа двуязычная. Да. Спасибо. Да, Евгений Борисович. Можно я? Не могу сказать. Татьяна Викторовна. Вот. В основных результатах, которые перечислили, в основном указаны ваши достижения по исследованию моделей. А каким-нибудь конкретным технологическим процессом вы применяли это все? И если да, то почему не отразили? Спасибо большое на вопрос. Но, к сожалению, я не имею в виду. Спасибо. Спасибо. Есть? Да, Евгений Борисович, прошу. У меня короче вопрос, там, на слайде 26 промелькнула схема, да, схема того, что вы считаете, да, и результат расчета. И тут прозвучали слова про преобразование Хурии. Вот я хотел спросить, откуда вы его брали и как вы вообще его реализовывали? Сами или там? Для проведения исследований мы разработали профессиональный комплекс на языке Джулия. В данном языке существуют уже встроенные библиотеки. Собственно, ими мы не пользовались. Спасибо. Ещё вопросы? У меня чистое, извиняюсь, я не буду с того числа организационного. Были упомянуты то, что 39 работ, а то, что рекордачу 16. Общая численность работ — 39. Которые вошли в текст диссертации? Да. Общая численность вообще у меня имеющихся работ — 39. А основные… Где написано, что общая численность по теме диссертации, как было написано на слайде? На слайде не указано, что среди них имеются публикации в результате проведения конференций и тезисов. Тут написано на странице рекордации, что работ 16. 39. А в списке их — 16. 16 основных работ. Хорошо. Чего больше вопросов нет? Я разобрался. Если больше вопросов нет, то большое спасибо. Вы можете присесть. По протоколу мы имеем возможность предъявить четырёхминутный технический перерыв. Если нет запросов, я предлагаю продолжить без перерыва. Продолжим, да? В таком случае слово предоставляется научному руководителю соискателя, Корольковой Анне Владиславу. Пожалуйста. Задача научного руководителя не хватит. Характеризовалась работа в диссертанте, насколько я понимаю. Поэтому попробую характеризовать, собственно, соискательность. Статья Грифатовна работаем с четвёртым курсом аквариатом. Работаем в рамках одной и той же темы. То есть представлены сегодня вашему вниманию. Мы занимаемся именно аналоговым моделированием, но не вне их системы. Вот с алгоритмами управления на базе алгоритма РЭД. Статья Грифатовна принимает активное участие как в научной, так и в учебной жизни в кафедре. Соблана, исполнительна. Её высокие личностные качества, в общем-то, отражаются в результатах её работы. В целом видно, что есть много публикаций по теме. И также активно, видно это из-за того, что активно участвует в различных мероприятиях, где конференция покупает самостоятельно, как народ, как и на английском институте. Надеюсь, что Татьяна Илья Хватовна надолго останется в результатах сотрудников с нашей кафедрой. Надеюсь, Татьяна Ильича тоже поддержит моё решение. Я услышал президент. Я держу на это дело. Мои слова. Ну, надеюсь, что комиссия поддержит данную диссертацию. Спасибо. Спасибо. Какие вопросы к Ане Владиславовне? Вопросы нет? Пожалуйста. Слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и автореферат, предоставляется учёному секретарю совета Василию Сергею Анатольевичу. В адрес диссертационного совета поступили отзывы. Отзыв ведущей организации, отзывы на автореферат. Позвольте начать с отзыва ведущей организации. Отзыв был составлен, подготовлен составлен Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования Тверской государственный университет. Подготовлен Цветковым Виктором Павловичем, доктором физматологом, профессором заведующим кафедрой общей математики и математической физики. Отзыв утверждён, был заслужен, обсуждён на заседании кафедры общей математики и математической физики 11 апреля 2019 года, протокол номер 4. Утверждён проректором Тверского государственного университета Крымова. В отзыве отражены актуальные значимости диссертации и научная новизна. Но присутствует ряд замечаний, которые я себе позволю зачитать. Первое замечание. Отсутствует достаточно ясный анализ области применимости использованных подходов к исследованию нелинейных колебаний гибридных систем в перспективах возможных дальнейших исследований в этом направлении. Второе замечание. Отсутствует сравнительный анализ предложенного метода и других методов исследования явления глобальной синхронизации, в частности метода, предложенного научным руководителем соискателей. Третье замечание. Оставляет желать лучшего стиля изложения в отдельных местах диссертаций. Четвёртое. Имеются досадные опечатки и описки. Но общее впечатление хорошее. И, соответственно, в заключении сказано, что диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым диссертациям, выносимым на соискание кандидатов в физмат-наук, и соискательница Юлиева Татьяна Рифатовна достойна учёной степени кандидату в физмат-наук по специальности номер 5.13.18. Татьяна Рифатовна, что Вы ответите на замечание? Действительно, со всеми замечаниями я согласна. На первое замечание могу сказать, что исследование нелинейных колебательных систем само по себе является сложной задачей. По нашему мнению, анализ в области применимости, применённого в работе подхода к анализу таких систем, является отдельной задачей для будущих исследований. Относительно второго замечания. В данной работе применяется метод линеризации для анализа системы, а в работе научного руководителя исследовалось численно. С основными замечаниями я согласна. Спасибо. Отзывы на автореферат. На автореферат поступили три отзыва. Первый — это Блинков Юрий Николаевич, доктор физмат-наук, заведующий кафедрой математического и компьютерного моделирования, механик математического факультета Саратовского национального союзного государственного университета имени Чернышевского. Отзыв положительный. Опять же, в отзыве содержится замечание с недостатком. А второго отзыва относится, что в работе следует отнести отсутствие исследований и других вариантов алгоритма ФРЭД. Второй отзыв составлен Третьяковым Николаемом Павловичем, кандидатом физмат-наук, доцентом кафедры информатики и прикладной математики Российского государственного социального университета. Отзыв положительный. Имеется два замечания в отзыве. Узкие рамки автореферата не позволили привести подробное описание программных комплексов, разработанных автором. И второе замечание. Из текста автореферата не до конца ясна, возможны ли перспективы развития предложенного автора метода. Третий отзыв на автореферата представлен Стрельцовой, старшим научным сотрудником Лаборатории информационных технологий Межнародного Межправительственно Объединённого Института Ядерных Исследований. Отзыв положительный. Замечений в нем не было. Спасибо. Татьяна Грифовна, ответите. С замечаниями Гренкова Юрия Анатольевича согласна. Могу ответить, что в работе не ставилась задача исследования других алгоритмов РЭД. Просто не ставилась задача. Относительно замечаний Цикова Николая Павловича по первому замечанию согласна. И по второму замечанию могу ответить, что метод был разработан для конкретной системы. Метод можно применить к системам с другими алгоритмами РЭД, но это не исследовалось. Спасибо. Имеются ли вопросы по ответам на замечания? Если вопросов нету, то слово предоставляется официальному оппоненту, доктору физико-математических наук Масиной Ольге Николаевне. Пожалуйста, Ольга Николаевна. Ситуация Велиевой и Татьяны Рефаторны посвящена исследованию явления возникновения автоколебательных режимов нелинейной динамической системы. В работе используется подход к исследованию автоколебательных режимов, основанный на совместном использовании метода Крылова-Боголюбова и метода гармонической линеризации. В рамках структурного исследования проводится декомпозиция изучаемой системы с помощью адаптированного актором диссертации метода Крылова-Боголюбова и метода гармонической линеризации. Применение адаптированного метода позволило выделить источник возникновения автоколебаний в системе TCP-RED. Определение фактора возникновения явления глобальной синхронизации параметра автоколебания подтверждает актуальность темы диссертационного исследования и важность решаемой научной задачи. Диссертационная работа Татьяны Рефаторны состоит из введения трех глав заключения приложения и списка литературы. Причислим наиболее важные результаты исследования. В первой главе с помощью метода стопатизации на шаговых процессах построена модель взаимодействия TCP и RET. Эта модель описывается системой стокастических дифференциальных уравнений. Полученная модель является непределенно дискретной моделью. Кроме того, построена диаграмма состояния TCP и RET на основе описания и функционирования. Во второй главе описано построение метода исследования автоколебательного режима нелинейной системы. Проведено аналитическое исследование, построенное в первой главе, модели процесса передачи TCP подобного трафика. Кроме того, в этой же главе также доказан ряд утверждений о структуре метода и особенностях исследуемой модели. Кроме того, во второй главе проведена гармоническая линеризация построенной модели для сохранения свойств автоколебательного режима в исходной модели. Для анализа устойчивости в этом случае использованы метод Найклеста Михайлова и метод Раутсу Боберса. В третьей главе диссертации дано описание двух разработанных автором диссертаций программных комплексов, а именно программного комплекса символьных вычислений и программного комплекса для проведения вычислительного эксперимента. Приведены принципы реализации исследуемой модели в указанных комплексах программ. По результатам этих комплексов построены графики зависимости параметров автоколебания от свободного параметра модели. Хочется отметить, что диссертация содержит новые научные результаты в области исследования сети передачи данных. Рассматриваемая в работе непрерывно дискретная динамическая модель передачи процесса TCP-подобного трафика с регулируемой алгоритмом типа РЭД динамической интенсивностью потока построена с помощью метода статистизации одношаговых процессов. Указанный метод позволяет получить формализованное математическое описание предмета исследований, учитывает вид основного кинетического уравнения, приближенного уравнения Фокера-Фланка и соответствующему уравнению Ланжелена. Линеризация исследуемой непрерывно дискретной динамической моделью процесса передачи данных с управлением интенсивностью потока по алгоритму РЭД проведена с использованием адаптированного метода Крылова-Боголюбова и метода гармонической линеризации. Не вызывает сомнений и степень обоснованности научных положений. Она базируется на том, что в процессе аналитических численных исследований использовались строгие математические методы нелинейной теории колебаний, применялись хорошо пробированные пакеты символьных вычислений, например, как SIMPY, а также математические пакеты численных вычислений, как NAMPY и JULIAN. Кроме того, разработанные в диссертации методики позволяют формализовать задачи проектирования модулей активного управления очередями, и это дает возможность выделять подзадачи и алгоритмизировать их решения при реализации на компьютере. Метод определения границ в области возникновения автоколебательного режима позволяет доставить рекомендации проектировщикам телекоммуникационных систем по выбору параметров сети для более оптимального использования ширины полосы пропускания, например, снижения латентности и т.д. Кроме того, разработанные в диссертации методы и алгоритмы могут быть использованы в разнообразных системах с управлением потоком, ну, например, как автомобильный трафик и т.п. Все это позволяет реализовать процесс проектирования модулей активного управления трафиком в форме вычислительного эксперимента, включающего этап верификации с экспериментальными измерениями. Конечно же, полученные результаты обоснованы и выполнены на очень высоком научном уровне, но, тем не менее, по диссертационной работе имеется ряд замечаний. Я их перечислю. Значит, первое замечание. Во второй главе диссертации на странице 49 мне даны пояснения к обозначениям Т с индексом F от Т малая и Т с индексом F от Т малая минус Т большое. Второе замечание. Желательно было бы провести более подробный сравнительный анализ полученных результатов по применению метода Крылова-Боголюбова с результатами других авторов. И третье замечание. В диссертации следовало бы более подробно описать исследование параметров колебаний методом определения границ устойчивости линейных систем. Это во второй главе диссертации. Но, тем не менее, отмеченные недостатки никоим образом не снижают значимости работы и не влияют на общую положительную оценку диссертации. Диссертационная работа Вильеева и Татьяны Рифлатовны является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на высоком научном уровне. Основные положения, полученные результаты и выводы, обоснованы, соответствуют необходимым критериям актуальности, новизны, теоретической и практической значимости. Как уже отмечалось, научные результаты достаточно полно отражены в 39 печатных работах, в том числе в работах, рекомендованных ВАГ, в четырех работах, и, самое главное, в публикации, индексированных в Google Science, в КОПОС. Их 12 публикаций. Результаты, выносимые на защиту, опробированные, в том числе, на различных международных и всероссийских научных конференциях и семинарах. Я отмечу, что Татьяна Рифлатовна выступала у нас в Еленском государственном университете и проявила себя очень хорошо, достойно выступала и произвела положительное впечатление на наших преподавателей и студентов. Считаю, что работа Татьяны Рифлатовны, анализ отоплевательных режимов, непрерывно дискретных динамических моделей, полностью удовлетворяет всем требованиям положения присуждения ученых степеней, предъявляемых в диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. А ее автор, Велиева Татьяна Рифлатовна, заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук, по специальности 05, 13, 18, математическое моделирование, численные методы и комплексы программы. Спасибо большое. Имеются ли вопросы к Ольге Николаевне? Да, пожалуйста. Нет. Большое спасибо за такой качественный разбор диссертации. Оскажите, пожалуйста, в ней есть вот эти замечательные уравнения? Мастер-эквейшн, фокер-планк. Очень печально, что мы их не видели в презентации. Я хочу сказать, что методом нашел... То есть очень хорошо, что вы рассказали, что именно сам Садельский, потому что представление диссертанта... Ольга Николаевна, это не вопрос к вам. Есть или нет? Вопросы. Они там есть? Спасибо. Все. Больше вопросов нету? Нет. Пожалуйста, ответите. Отвечайте на замечание. Относительно первого замечания. Действительно согласна, что не указано пояснение. Второе замечание. Я также с ним согласна. В ходе изучения материалов, связанных с этой тематикой, в одной из работ действительно рассматривалась линеризация системы, однако в той работе линеризация проводилась лишь частично. Относительно третьего, последнего замечания, да, действительно в работе даны только ссылки на известные методы определения границ устойчивости. Наверное, стоило уделить больше внимания этому вопросу. Спасибо. Далее слово предоставляется официальному оппоненту, доктору физико-математических наук Щетинину Евгению Юрьевичу. Пожалуйста, Евгений Юрьевич. Спасибо. Уважаемые члены институционного совета, уважаемые коллеги, присутствующие, разрешите представить мой отзыв как официального оппонента на институционную работу ювелиры, т.е. реаниматом. Константация посвящена моделированию процесса возникновения автоколебательных режимов на линейных динамических системах. Для определения источников возникновения автоколебаний и их параметров в ее работе были проведены исследования автоколебаний и их параметров. Путем линейнизации динамической системы и выделения структурного элемента, ответственного за возникновение автоколебательного режима. В работе Татьяны Рефатны показано, что для проведения подобных исследований весьма подходящим, удобным и эффективным методом являются методы Крылова-Богалева и методом гармонической линейализации. В своей работе автор поставил целью проведения структурного исследования явления глобальной синхронизации в сетях передачи данных и применил для этого упомянутые выше методы. Насколько важно подобного рода исследования, достаточно отметить, что следствие заступления глобальной синхронизации в сетях значительно ухудшаются основные характеристики, такие как пропускная способность, увеличение задержки передачи пакетов данных и некоторые другие характеристики. В связи с этим считаю, что поставленные задачи перед диссертантом, задачи, которые поставил перед собой диссертант, являются важными и актуальными. Кратко хотелось бы упомянуть содержание работы, что прекрасно сделал предыдущий докладчик, и поэтому я кратко остановлюсь на характеристиках институционной работы. Введение обосновано актуальной институционной работы, сформулировано целью задачи, обоснована научная новизна и представлено практическое значение полученных научных результатов. Первая глава содержит описание объектов исследований, а также разработанную математическую модель, модуль управления трафиком. Раздел 1 содержит описание механизмов управления перегрузками в сетях передачи данных по протоколу ТСП, а также написан механизм адаптивного управления перегрузками в сетях, и прежде всего рассмотрено его механизм предотвращения от подобных перегрузов. Раздел 1.2 содержит метод стахотизации, описание метод стахотизации одношаговых процессов и предложена модель взаимодействия протокола ТСП и ИРЭД. В разделе 1.3 показано, что полученная таким образом модель может быть представлена как гибридная, гибридно-дискретная. Далее, второй главы был представлен метод исследования автоколебательного режима в нерене-динамических системах. Кроме того, были представлены достаточно подробные исследования, аналитические исследования модели возникновения автоколебаний. В разделе 2.1 показаны подходы и описана сама линеаризация модели в окрестнице точки равновесия. И показано, что подобная система приводится к бочнолинейному виду. Далее, в разделе 2.2 проведена гармоническая линеаризация представленной модели с целью сохранения свойств автоколебательного режима. И выписаны выражения для коэффициентов гармонической линеаризации. В разделе 2.3 были проведены аналитические исследования с целью определения параметров автоколебаний. Представленные в этом разделе методы Наквиста, Михайлова и Рауса-Гурвиса позволили определить амплитудно-фазовые частотные характеристики системы, которые она исследует. Далее, третья глава содержит разработанные исследованные модели программных комплексов, используемые для реализации модели. В разделе 3.1 данные алгоритмы представлены в виде диаграмм деятельности ОМЛ. В разделе 3.2 описаны принципы реализации модели в разработанном корпусе для проведения вычислительных экспериментов. По результатам проведенных исследований были построены параметрические портреты зависимости параметров автоколебаний от свободного параметра модели. Далее, в разделе 3.3 описаны принципы реализации модели в системе иммуникационного модели НЕС-2 и полученные значения параметров автоколебаний. Для этого построен спектральный портрет автоколебаний на длинной очереди. Кроме того, показано совпадение результатов численных экспериментов с результатами аналитического исследования. В заключении перечислены основные выводы и результаты полученные в диссертации. Диссертация содержит новые научные результаты в области применения методов приволок и боголюбов и методов гармонической реализации. В целом, моделирование автоколебательных режимов в задачах моделирования исследований систем передачи данных. Исследованная в работе непрерывной дискретной динамической модели процесса передачи TCP подобных трафика построена с помощью методов стахотизации больших процессов, позволивших получить формализованное математическое описание предметов исследований, базируясь при этом на основном кинетическом уравнении полученного и приближенного уравнения Фокер-планка с соответствующим уравнением ландживиэта. Второй пункт, содержащий наизну ее результатов составляет ленизуемая исследуемая научно-непрерывно дискретная модель процесса передачи данных. При этом для этого были использованы адаптированные к этой задаче метод Кылова-Боголюбова и метод гармонической ленизации. Третий результат, который следует признать новым, является разработка и комплекс программ, в том числе и на языке Джулия, что не так уж часто происходит в научных исследованиях. Обоснованность результатов диссертации следует из строгих математических применений методов нелинейной теории колебаний, пакетов сильных вычислений, а также математических пакетов численных вычислений, такие как Джулия. Достоемость результатов по научной диссертации подтверждены совпадением результатов численных экспериментов и проведенных аналитических исследований. Необходимо также отметить практическую ценность проведенных исследований диссертации. Разработанные методики позволяют формализовать задачи проектирования модуля активного управления очередями, что позволяет в свою очередь выделять задачи, алгоритмировать их решения при реализации на компьютере. Все это тем не менее не отрицает недостатков работы присутствующих диссертаций в автореферате. Как уже выступали здесь и оппонент, упоминавший о некоторых недостатках, я отмечу только те, которые, на мой взгляд, в данной работе являются значительными. Прежде всего, конечно, диссертации следовало обосновать выбор тех программных средств, которые используют диссертанты. Обоснование выбора жули, опять же, наряду с такими программными средствами, как питон, хотелось бы более строго обосновать. Наконец, диссертации можно было бы более конкретно представить примеры вычислений с использованием систем компьютера алгебры, которая разработала диссертант, и более конкретных приложений, в том числе теоретических результатов полученных диссертаций. Но вот эти два недостатка считаю те, которые стоит отметить. Ну, также более менее значимы считаю все-таки само изложение диссертации, в котором присутствует дух некого минимализма, то есть более глубокое представление обоснования именно теоретическое хотелось бы, хотя я так понимаю, что эти замечания уже были. Тем не менее, считаю, что указанные первые два недостатки все-таки не снижают значимости научной новизны и практической ценности полученных результатов. заключением своего отзыва хочу отметить, что диссертация Велиева и Татьяна Дехнатовна представляет законченную научно-исследовательскую работу, посвященную актуальной научной проблеме исследования автоколебательных режимов и динамических систем. Полученные автором результаты достоверны, основные выводы и заключения обоснованы. Основные научные результаты диссертации достаточно полные отражены в 16 печатных работах в изданиях рекомендованных ВАГ, в том числе индексированных в Web of Science с Кокус. В основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа Велиевой и Татьяны Рихатовны анализ автоколебательных режимов непрерывной декретной динамической систем полностью соответствует требованию положения о присуждении ученых степеней предъявляемых диссертациям и соискания ученой степени кандидата физико-математических наук, а ее автор Велиева Татьяна Рифатовна заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Спасибо за внимание. Вопросы к Евгению Юрьевичу имеются? Нет. Спасибо. Татьяна Рифатовна, ответьте на замечание. Благодарю за выставленное замечание. Что касается замечания насчет обоснованности выбора языка Джулия, действительно, в диссертации это не отражено, однако эти данные были отражены в публикациях за 2018 год. по поводу того, что мало примеров приведено в диссертации согласно полностью с этим замечанием. Спасибо. Вы удовлетворены, Евгений Юрьевич? Абсолютно. Спасибо. В таком случае переходим к дискуссии. Кто из присутствующих хочет выступить? Я дискуссию немного построю в виде ответа на вопросы Юрий Николаевич. Очень здорово, если вы сейчас вот теперь мы подискутируем. Юрий Николаевич, я как сторонний человек, но следящий за данной проблемой по поводу зависимости от Q. Но действительно T зависит только от Q, оно не зависит от времени. А вот уже Q зависит от времени. То есть такая запись показывает нам генезис с одной стороны. С другой стороны, поскольку мы в методе стокализации одношаговых процессов работаем с гаментоновыми системами, то V, Q и Q со шляпкой это переменные гаментоновые и мы для этого ставим фазовый портрет на них. Все понятно. А если мы говорим о методе Крылова-Боголюбова, то метод Крылова-Боголюбова очень хорош всем, кроме того, что требует очень большой подготовки от человека, который его применяют. Поэтому этот метод у соискательницы обработан напильником, построен концептной комплекс Дорама, на основании него получена методика, и эта уже методика в упрощенном виде подается для применения. Вот в таком разрезе я вижу, да. Правильно я понимаю, что букву Т маленькую можно зачеркнуть из аргументов Т большого? Можно поставить еще одну скобочку и еще скобочки вот так вот так вот так вот так и в целом я считаю, что данные исследования очень интересны и я вижу, что эти исследования могут иметь дальнейшее развитие ну, например, в сторону отхода от гамильтоновых систем и перехода к мегамильтоновым системам и к открытым системам, а не только закрытым. Вот такое мое небольшое... когда быть с коцепными комплексами? Они не потеряются, они всегда будут жить. Спасибо. Кто еще желает выступить? Да, конечно. Я не понял вообще это по вопросам, Сергей, это у нас что? Это точка по ТЭС, да? Да. Ну, уравнение разрешенное относительно производное, оно так не сделано. Со второго курса конечно Y мы можем написать, что он зависит от ТЭС. При этом мы не можем заменить от ТЭС. Поскольку Y у нас исконно находит переменную образ. После реализации, которая была проделана, мы получим Y-3, а Y-2 будет решать все спокойно. Слушай, кто же я умею? Да. Не знаю. В чем тут вопрос? Простите, теперь я не понял. Ремак. Может быть, я думаю, вопрос не права. То есть дискуссия. Тринадцатый слайд и шестой. Ну вот, Q второе уравнение Т от QT имеется третья точка зрения. Спасибо. Спасибо. Еще кто-то желает выступить? Это приятно, что такая живая дискуссия. Так, Константин прошу вас. я досвиду сейчас по поводу того, как связаны переменные T функции. Кстати, Амельевич, сейчас вы объясните всем, как надо. Я выступлю как заведующий кафедрой и разделю на две части. Я, во-первых, наблюдаю за исследованием алгоритм РЭД на нашей кафедре. сначала я к ним так и относился, когда я это еще начинал, Иван Сергеевич Александрович Владиславов, руководитель. Ну, сейчас скажу так, вообще этому алгоритму лет очень много, ведь есть патенты, да, вообще можно было бы говорить сейчас о новизне вообще того, с собой системы исследования. Ну, как ни странно, Дмитрий Сергеевич в курсе, недавно появляются, сейчас появляются новые опять статьи, и опять этот алгоритм всплывает с новыми техническими системами. тут было замечание о какие технические системы, да. Вообще говоря, правильный ответ такой, что есть системы ЛТЕ, да, которые известны всем по надписям на ваших мониторах, да, в которых сейчас предлагается алгоритм на уровне радиоактивности использования, грубо говоря, при перегрузках. Это первое вообще замечание, и, конечно, про это надо говорить обязательно, подчеркиваю, актуальность системы. Она не актуальна, если техническая система начала эксплуатироваться 30 лет назад, но никак не будет актуальна. Хотя актуальна, сейчас подтвержден это первая часть. Значит, вторая часть моего выступления лично оправдана, да, вот я ее характеризую таким образом, как заведующая, например, я лично знаю очень хорошо, это исключительно порядочный человек, вот, и она выполнила мою норму раньше времени, раньше я все знают, говорил, что я прошу вас работать у меня на кафедре, она уже работает у меня на кафедре, вот, вопреки вашим желудокам. Ну, отчасти да, я уже не наблюдаю за этим процессом, если она устраивается, то она работает, более того, она у нас отвечает за аспирантуру сейчас, аспирантура на кафедре очень большая, человекосторожная, стулья, большое ощущение, аспирантура. Италия просто конкретно выполняет конкретные административные обязанности, ну, я надеюсь, что совет поддержит мое мнение о том, что надо присваивать ученую степень, несмотря на все замечания, но после этого она будет более уверенно выполнять эти свои обязанности в области аспирантуры. И в заключении мне очень приятно видеть оппонентов из моего родного города Ельца, вот, большое спасибо за то, что вы принимаете участие в нашем совете, я присоединяюсь к вашему мнению тоже. Я предлагаю данную ученую степень присудить, присудить, спасибо большое, Константинович, и более другим выступающим дискуссии нету, то соисказию предоставляется заключительное слово. Прошу вас, Татьяна Викторовна. Вы, конечно, не подготовили заключительное слово, давай к справке. Ну, что мы здесь с ним добавляем, это такое вот. Благодарю всех за то, что присутствуете. Хотела бы поблагодарить своего научного руководителя, что жестко контролировала процесс исследования. И поблагодарить вообще, в принципе, всех работников капитера и присутствующих здесь моих близких. Спасибо. Спасибо. Так, для проведения тайного голосования нужно избрать счетную комиссию. я предлагаю ее в составе профессоров Бланеев, Орлов, Рыбаков. Если самоотводов нету, то ставлю на голосование. Кто за? Спасибо. Против? Нет. Воздержавшийся? Тоже нет. Принято единогласно. Объявляется перерыв для проведения тайного голосования. Весь инструмент доставить все три поля черта. Спасибо. 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 Спасибо вам большое. Вот и всё. Кушай на здоровье. Какие проблемы? Два остались. Я бы не проголосовал. Мы главные. Продолжение следует. Четырнадцать. Соответственно присутствует. Четырнадцать. Пересчитал следовательно. В том числе по специальности. Девять. 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 Хорошо. Девять. 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 Четырнадцать. не хватает розовый великолепный осталось 7 хорошо оказалось что то за 4 не отпишут а все Спасибо. 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 Почитайте. Уважаемые коллеги, перерыв закончился. Слово предоставляется принятие для учебной комиссии Ланееву Ильичу Борисовичу. Пожалуйста. Ну, позвольте огласить результат. Комиссия составила, не было, не было, не было. Смотрел результаты голосования. Торис оттенции Великой Татьяны Фатовны. И пришло к следующему заключению. В составе диссертационного совета, в составе 21 человека, введены дополнительные множества, присутствовали на заседании 14 членов совета, в том числе докторов наук по специальности диссертации 9 человек. Роздано 9 человек, не роздано 7. В Орне оказалось 49 человек. В результате голосование следующее. За 14, против, нет. Недействительных введений нет. Подписывающий вам. Спасибо, Евгений Борисович. Кто за утверждение протокола, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против, нет. Воздержавшиеся? Тоже нет. Принято и единогласно. Нет, не пахнет. Извините, пожалуйста. Нам надо еще принять заключение по рассмотренной диссертации. Проект заключения перед вами был. Вы его, возможно, посмотрели. Если нет, посмотрите, пожалуйста, сейчас. И сделайте свои замечания и дополнения. Одно из замечаний уже от Константина Евгеньевича поступило. Здесь где-то есть. Азуально? 39. И нужно написать, все-таки 16, это будет правильнее. Да. Так будет. Были замечания, я слышал такие замечания. Иначе у нас прилагает список трубок. Иначе в этом месте мы поправим. На 16 статей, что соответствует авторефература, что уже много, но терпимо. Это когда жить можно. И второе, действительно, надо будет добавить об актуальности. Как совершенно верно. Что же написано, что в современных системах сетях четвертого и пятого поколения исследуются вопросы. По применению РЭД. Спасибо. Еще замечания какие у присутствующих? Напечаточка маленькая. Оппонент заведующую. Тут вы имените на тот же? Да. Подежок слишком много. Вообще, может быть, заведующий мужского рода. Потому что все остальное сленг. Спасибо большое. Оксана Николаевна, заведующая. Я считаю, что это написано сейчас вроде. Это все равно, что профессорша. Спасибо большое, Александр Николаевна. Да, Евгений Борисович? По-моему, от заключения к заключению, тот шаблон меняется, и он остается и неправильным. Который? На диссертацию автореферат поступил положительно не содержащий. Замечательно. Это автореферат? Извини, я не понял. Какая страница? На диссертацию автореферат. После списка работ. После списка работ. А на диссертацию. А в самом деле? Да. Да, совершенно верно. Спасибо большое. Это значит, не только гражданка Макова. Это тоже хочу лицать. Спасибо. Так, еще комиссия. Ну что ж, не так много. Молодцы, хорошо поработали члены экспертной комиссии. Много же перед трансформацией совета поработали. Да, спасибо. В таком случае ставлю на голосование исправленный текст заключения диссертационного совета. Кто за? Спасибо. Против? Нет. Воздержавшиеся? Тоже нет. Спасибо. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук, представленной Вилиевой Татьяной Лифатовной, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи моделирования процесса глобальной синхронизации в сетях передачи данных с активным управлением трафиком. Работа отвечает всем требованиям, предъявляемым ваку кандидатским диссертациям по специальности 05.13.18, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. На основании тайного голосования Вилиевой Татьяны Лифатовне присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Есть ли у присутствующих замечания по ведению заседания? Если нет, то позвольте поздравить Татьяну Лифатовну Вилиеву с успешной защитой диссертации. Повестка дня и счастья.